Каратэ уже давно является одним из самых популярных в мире видов спорта, и в этом году его добавили к Олимпийским играм. Вот все, что вам нужно знать о нем перед просмотром Олимпийских игр, чтобы получить удовольствие. Каратэ десятилетиями оставалось в стороне, в то время как другие боевые искусства находились в центре внимания Олимпийских игр. Рестлинг, тэквондо, дзюдо, фехтование и бокс стали стандартной частью соревнований, в то время как каратэ показывало себя в фильмах, телесериалах и, конечно же, на турнирах Всемирной Федерации каратэ и других подобных мероприятиях. А все потому, что, как указывает веб-сайт Олимпийской сборной США, несмотря на внимание, который этот вид спорта к себе привлек, только в 2020 году перенесенные на 2021 год игры в Токио позволили ему претендовать на надлежащее, по мнению многих мастеров боевых искусств, место. То есть до настоящего момента каратэ не допускалось в Олимпийские игры. Согласно изданию Каратэ Атланта, каратэ – одно из самых популярных боевых искусств в мире. На самом деле, Nippon Communications Foundation заявляет, что по состоянию на 2017 год более 100 миллионов человек в 192 странах мира практикуют искусство каратэ, что, по мнению многих, делает его настоящим международным соревнованием, достойным включения в Олимпийские игры. Конечно, Олимпийский комитет с самого начала существования Всемирного соревнования отказал включить каратэ в игры. Но, возможно, это только потому, что они ждали наиболее подходящего места, которое можно было придумать для первого раскрытия этого вида спорта. В конце концов, игры 2020 года проходят в Японии, на родине каратэ. В истории сформированной японской ассоциацией каратэ считается, что каратэ в том виде, в котором мы знаем его сегодня, возникло примерно 500 лет назад на японских островах, известных как Окинава. Боевое искусство, из которого произошло каратэ, появилось на островах задолго до этого благодаря богатой истории торговли региона с Китаем. Китайское Кэмпо развилось в боевое искусство под названием Тэ, а затем в течение неизвестного количества лет превратилось в каратэ. С Окинавы каратэ распространилось в культуру других японских островов, и, согласно каратэ Атланта, волна его мировой известности приходится на период после Второй мировой войны. Каратэ, которое вы будете наблюдать во время Олимпийских игр, будет разным. Существует множество различных стилей искусства, множество связей внутри каждого искусства, множество школ для каждого из них и так далее, и вы увидите, как все они состязаются в двух разных соревнованиях. Одно из соревнований, которое вы увидите, называется КАТА. КАТА – это серия движений, также известных как формы, которые совмещает один практикующий это искусство спортсмен. Согласно веб-сайту Олимпийских игр, в соревнованиях по КАТА будет разыграна одна золотая медаль для мужчин и одна для женщин. Другое соревнование по карате известно как КУМИТЕ. КУМИТЕ – это слово в карате, обозначающее схватка и используемое для описания соревновательных спаррингов. В отличие от выполнения одиночных движений участники будут сражаться друг с другом, и в таком случае необходимы весовые категории. В соревнованиях по карате не будет весовых категорий, но они будут разделены на мужские и женские. Согласно официальной веб-странице Олимпийских игр, каждый участник в выступлении, которое аналогично соревнованиям по гимнастике, выполнит одно из 102 утвержденных карате. Они будут оцениваться по балловой системе, в первую очередь основываясь на атлетических и технических навыках спортсмена. Что касается КУМИТЕ, то все становится немного тяжелее. Есть три весовые категории для мужчин и женщин, которые являются сокращенной версией типичных весовых категорий, используемых Всемирной Федерацией карате. Система подсчета результатов также будет основана на баллах, при этом участник будет набирать баллы за одобренные и безопасные движения. Спортсмены выиграют соревнования и пройдут дальше, если они опередят соперника на 8 очков или наберут наибольшее количество очков в конце трехминутного раунда. В случае ничьей окончательное решение принимают судьи. В КУМИТЕ удары можно наносить только в голову, шею и все стороны туловища. И да, нокауты случаются. Карате было трудно попасть в Олимпийские игры. В 2009 году Международный Олимпийский комитет проголосовал против включения карате в предстоящие игры. Даже учитывая, что этому виду спорта повезло в играх 2020 года в Токио, в ближайшем будущем ситуация вряд ли станет лучше. Как отмечает BBC, в 2019 году, когда был объявлен список видов спорта для Олимпийских игр 2024 года в Париже, карате в него не вошло. На веб-сайте Олимпийских игр в Париже можно увидеть все виды спорта, в том числе несколько новинок, например, брейк-данс. Похоже, что каждые четыре года Международный Олимпийский комитет пытается проводить несколько случайных мероприятий просто для того, чтобы людям было интересно, а сообщество карате недовольно этим. Глава Всемирной Ассоциации карате поделился с Реютер с печалью организации по поводу этого решения, указав на несколько веских аргументов, которые, по его мнению, дали бы шанс карате в этих играх. Во-первых, он говорит, что этот вид спорта отвечает всем требованиям для включения в список. Затем он упоминает, что во Франции очень сильные спортсмены по карате, и они, несомненно, захотят продемонстрировать свои навыки. И, наконец, он указывает, что это объявление было сделано до того, как на Олимпийских играх 2020 года люди смогли увидеть, что может предложить карате. Сможет ли этот аргумент положительно повлиять на ситуацию в 2024 году и далее? Что ж, поживем увидим! Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Олимпийские игры, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!